Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Сенсационные находки археологов в Великом Новгороде. Археология новгородская опровергла практически всё то, что было написано историками о Новгороде до того, как начались раскопки. История России на тысячи лет древнее. Мы живём на руинах какой-то очень древней, очень могущественной цивилизации. Кого народа Европы называли северными богами? Умели управлять стихиями, умели управлять эфиром, умели управлять огнём, умели управлять гравитацией. О чём говорят дохристианские книги славян? Клинический тип письма, он во многом совершеннее, чем существующее ныне письмо. Русская история. С точки зрения общепринятой трактовки это очень просто. Началась она скрещение Руси в 988 году византийскими священниками. Письменность русским людям подарили греки Кирилл и Мефодий. А первый документальный источник, указывающий на то, что русское государство действительно существовало, это слово о полку Игореве, написанное аж в 12 веке. Дальше наша история традиционно старается не заглядывать. И правда, отчего заглядывать, если там, по мнению нескольких поколений историков, почти ничего не было. Ну, кочевали какие-то племена, ну, молились каким-то деревянным куклам. Читать, писать, естественно, не умели. В общем, мрак и полная отсталость. Лучше и не вспоминать, чтобы не позориться. Но так ли это на самом деле? Так уж отстала была Русь до христианская. Не желая подвергать сомнению все, что написано в учебниках по истории, давайте все-таки выслушаем мнение и другой стороны, не замечать которое было бы, согласитесь, несправедливо. Потому что точно так же несколько поколений ученых утверждают, история древней Руси старше, а факты, подтверждающие, поистине сенсационно. Мы живем на руинах какой-то очень древней, очень могущественной цивилизации. И мы можем видеть их следы, которые трудно истолковать иначе, как то, что наши древние предки владели технологиями, даже недоступными даже и нам до сих пор. Вот первая загадка, над которой ломают свои умные головы и археологи, и физики, и астрономы. Эта каменная плита была найдена на Южном Урале. Кажется, ничего особенного. Плита как плита. Но когда профессор Башкирского госуниверситета Александр Чувыров провел изучение странного артефакта, он выдвинул сенсационную гипотезу. Эта плита не что иное, как трехмерная карта огромного региона. А изготовлена она с применением технологий, которые недоступны и сегодня. Но самое главное, возраст ее гораздо старше нашей цивилизации. Если сейчас вот начать изготавливать такую рельефную карту на станке с числовым управлением, то не хватит никаких мощностей компьютеров, которые позволят с такой точностью изобразить вот рельеф, который там изображен. Поверить в то, что артефакт был изготовлен задолго до официального появления человека невозможно, но и объяснить ее происхождение естественными причинами тоже нельзя. Во-первых, в основании плиты идеально чистый доломит, а он в природе не встречается. Во-вторых, исследования показали, что сверху его покрывает диапсидовое стекло. Его вообще научились делать лишь 10 лет назад. Но самое удивительное не плита сама по себе, а то, что на ней изображено. Ибо находка, по расчетам ученых, представляет собой не что иное, как рельефную карту южного региона. Причем не сегодняшнюю, а ту, которая могла быть тысячи лет назад. Гипотеза профессора Чувырова, конечно, слишком невероятна. Ну ладно, сама плита. Мало что может к нам прилететь из космоса. Но карта. Не могли же ее нарисовать инопланетяне? Ответа на этот вопрос не было. И тогда, чтобы окончательно расставить все точки над «и», ученые на всякий случай обратились к военным. Просьба была проста. Сравнить рисунок доисторической плиты с данными космической съемки. И, быть может, забыть навсегда эту историю. Однако ответ оказался совершенно неожиданным. Вот выдержка из официального письма, которое пришло из генерального штаба от 1 декабря 2007 года за подписью начальника управления генерал-лейтенанта Валерия Филатова. На поверхности плиты изображен рельеф, соответствующий юго-западным отрогам Башкирского взгорья с некоторым смещением русел водных артерий указанного района. А что же это получается? Невероятная гипотеза профессора Чувырова действительно верна. Эта плита представляет собой трехмерную карту поверхности земли, конкретно вот того участка земли, который расположен между городом Уфо и Сиритамаком. Там действительно вполне узнаваемо очертание вот того рельефа, который и сейчас присутствует. То есть получается, что если древняя карта и современные спутниковые снимки почти идентичны, и если это не какое-то невероятное мистическое совпадение, то значит сторонники гипотезы о том, что тысячи лет назад на нашей планете существовала высокоразвитая цивилизация, получили еще один аргумент. И если следовать их логике, кто-то из тех, кто населял территорию современной России, давным-давно рассмотрел нашу землю-матушку с орбиты и нарисовал эту карту. Звучит, конечно, невероятно, но какие еще аргументы выдвигают сторонники этой гипотезы? Как это ни парадоксально, но ряд ученых утверждают, что косвенные доказательства существования прославянской цивилизации содержатся в древней русских письменных источниках, в частности, в так называемой Ерелиной книге. Ее подлинность ряд историков оспаривают, но об этом чуть больше. Так вот, в ней повествуется о том, как боги подарили славянам письменность. Про отец Вильяр Мудрый вознесся к сварге Синей. И в 12 звездных станах обрел он 12 рун Зодиака. И вместе с семью звездными девами Вильяр посетил 7 планет на 7 небесах хрустальных. И там все звездные сестры получили в супруге владык 7 планет. А Вильяр Мудрый обрел высшее сокровище. 49 слоги золотых рун. Планеты, звездные станы, зодиакальные руны. Откуда все это на Руси, которая тогда еще и лапки не изобрела? Прихотливая фантазия древних авторов? Современное толкование того, о чем темный монах-переписчик и помыслить не мог? Да нет, утверждает целый ряд исследователей, которые считают, что мы на Земле далеко не первые. Вряд ли древние авторы имели задачу писать фантастические романы. Они либо писали то, что видели сами, либо переписывали с древних текстов то, что нам сегодня кажется банальной сказкой. Люди умели тогда и летать, и владели, могли обрабатывать камень, так как и мы еще не умеем обрабатывать. И явно был освоен ближний космос, много чего было освоено. Исследователь древних цивилизаций Всеволод Иванов решил воссоздать внешний облик колесниц славянских богов. И задача оказалась чрезвычайно любопытной. Потому что в летописях, мифах и сказаниях он неожиданно для себя обнаружил множество технических деталей, которые позволили ему реконструировать древние средства передвижения. Вот так, например, выглядит древний космолет Тридесятого царства. Никакой фантазии. Просто Всеволод Иванов читал древнее сказание как чисто технический документ. Тридесятый царство, земель было много. Земли у славян – это планеты. Это планеты. Наверняка, конечно, обладали они техникой межзвездных перелетов. Я считаю, это далекие планеты. Возможно, летали в созвездии, по-славянски называемые стажарами, где была планета, очень похожая по условиям жизни на Землю. Любопытную историю в качестве шутки иногда рассказывают начинающим инженерам в технических вузах. Когда в середине 20 века... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok ...более удобные для своих целей аппараты сложно придумать. Что такое мечи-кладинцы, это тоже интересно. Наверное, это тоже какое-то сверхоружие. Сапоги-скороходы, тоже что-то любопытное. Ковры-самолеты и так далее, и так далее. Вполне они могли владеть и техникой телепортации. Та цивилизация, конечно, и в техническом отношении, как я уже повторяю, превосходила уровень современной цивилизации. Да что там сапоги-скороходы? Когда первый человек Земли оказался в космосе, выяснилось и вовсе невероятное. Помните детскую сказку «Конек-горбунов»? Так вот оказалось, что описание матушки Земли глазами сказочного Иванушки, который взмыл ввысь со своим горбатым другом, удивительным образом совпали с тем, что Юрий Гагарин увидел с орбиты только в 1961 году. И в этом коньке-горбунке летит Иванушка-дурачок на коньке и говорит, а земля-то голубая. А ведь о том, что земля голубая, мы с вами узнали только после. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Переводчик древних текстов Эрик фон Деникен вот уже 40 лет не без успеха доказывает, что боги, спустившиеся с небес, о которых написано в Ветхом Завете, это не что иное, как инопланетные корабли, которые увидели 14 тысяч лет назад жители Древнего Египта и Индии. Гипотеза, конечно, спорная, но и опровергнуть ее невозможно. И удивительным образом то, что описано в древнеиндийских текстах, можно увидеть и в славянских летописах. Ученые задались целью понять, откуда такие совпадения, и выяснилось невероятное. Оказывается, прославяне, то есть наши русские предки и индусы, ближайшие родственники, а может быть и вообще одна доисторическая народность. В это трудно поверить. Нас сегодня разделяют тысячи километров, у нас разная культура и цвет кожи, а корни оказываются одни. А все началось с того, что филологи провели лингвистический анализ, и выяснилось, древнерусский язык и санскрит, древнеиндийский язык, это почти одно и то же. Только и остается, что задать риторический вопрос из мультфильма про котенка с улицы Лизюкова. Помните? Ну откуда у нас в Воронеже африканские названия? Мы сегодня можем говорить о специфической северно-русской народной традиции, о специфической северно-русской народной культуре, о специфическом северно-русском диалекте или там нескольких диалектах, с которых мы сталкиваемся с совершенно поразительными фактами наличия санскрита, причем не того санскрита, который имеет место быть в древнеиндийской традиции, а более архаических. Что общего у русских и индусов? В те времена и на территории России, и на территории Индии существовала цивилизация, одна цивилизация. Самолеты уже были тысячи лет назад. Основное средство передвижения вот эти были корабли. В этом можно легко убедиться, даже если сравнивать географические названия в обеих странах. Священная река Индии Ганг и река Ганг на Сахалине. Главный приток Ганга – Падма. У нас есть такая же речка в Карелии. А в честь бога Индры в обеих странах названо бесчисленное количество рек. Непонятно тебе название бога, какой индусский набираешь, это обязательно какая-нибудь речка. То есть вот вся мифология, она как бы Индии, Ирана, ну арийская, так вот, индоевропейская. И она запечатлена в 7 тысячах проток рек Волги, Дона или Днепра. Но есть ли мы, русские и индусы, придумавшие Камасутру и индийское кино «Близнецы-братья», где и когда наши предки успели породниться? Где-то самая мифическая колыбель русско-индийской цивилизации. Ответ был получен, когда ученые повнимательнее присмотрелись к средневековым картам. На них часто изображали материк, которого сегодня не существует. Эти карты, как правило, были скопированы с еще более древних. Исчезнувший материк располагался в районе современной Арктики. Вот там, согласно новой гипотезе, и обитала древнейшая цивилизация, которая положила начало славянскому родословному древу. Через тысячи лет от него и отломилась веточка, которая, подхваченная ветром перемены климата, оказалась на территории современной Индии. О таинственной земле в Арктике повествуют индийские предания, славянские предания, предания народов Скандинавии и других народов, жизнь которых так или иначе связана с севером. И, как это ни странно, о том, что раньше в Арктике была суша, свидетельствуют геологические данные. Древние народы не сомневались в существовании этой земли, колыбели северной цивилизации. Античный мыслитель Плиний-старший в своей естественной истории так описывает эту страну. Солнце летом не заходит полгода, климат благодатный, там неизвестны раздоры и болезни. В общем, рай земной, да и только. Так ли это было на самом деле? Сегодня ученые подтверждают, Арктика в те доисторические времена действительно могла быть планетарной и житницей, и здравницей. В то время на севере существовал совершенно уникальный тропический, субтропический климат, что доказывается исследованием спор пыльцы растений, полеотемпературными исследованиями. То есть в то время температура там была порядка 25-20 градусов, там росли тропические, субтропические леса, зрели манго, авокадо, пальмы, росли, жили черепахи, крокодилы. Согласно трудам античных авторов, жители северной страны были умны и справедливы, творчески одарены, искусны в науках и ремеслах. Они обладали летательными аппаратами и чудесным оружием. Более того, ученые пришли к выводу, что именно их народы Древней Европы и Азии и считали богами. Это была страна всеобщего богоденствия. И что отсюда произошли некоторые божественные, так сказать, существа, в частности Аполлон, и вообще относились к этой стране с большим и весьма большим почтением. Древние греки знали, что солнечный бог Аполлон, покровитель путешествий, медицины и искусства, прилетел именно из северной страны. Причем для этого ему требовался летающий экипаж. Аполлон летал туда на упряжке из лебедей. И отвозил туда даже дары, которые приносили в Дельфийский оракул, как один из центральных оракулов, которые были посвящены Аполлону в те времена. Но летучий корабль, запряженный лебедями, непременный атрибут и славянских богов. Вряд ли древние русичи позаимствовали эту деталь у греков, наделив своих небожителей подобными ладьями. Лебеди – символ гиперборейцев. И в руке у него стрела – отличительный знак, посвященный в тайну северной традиции гиперборейцев. Дело в том, что даже Пифагор был одним из посвященных в эту традицию. И его часто рисовали со стрелой в руке. Со знаком того, что он был тоже причастен. Но почему? Какой древней традиции или народности мог быть причастен Пифагор? В поисках общих корней у древних славян и индусов ученые решили провести генетическое сравнение. И выяснился и вовсе сенсационный факт. Оказалось, что оба народа имеют общий генетический галлотип – Р1А. А это значит, что когда-то эти две нации однозначно принадлежали к одному роду. А значит, русский и индус – братья навек. Это не фигура речи, а факт биологичный. По крайней мере, в Махабхарате говорится о том, что в те времена и на территории России, и на территории Индии существовала цивилизация, одна цивилизация. И там, и там жили весьма цивилизованные люди. Они общались между собой. Например, герои Махабхараты, двое из пятерых пандавов, Накулы и Сахадева, насколько я знаю, они путешествовали по тем местам, которые сейчас соответствуют географическому положению России современной. Сегодня уже можно определить, в какое время жили общие предки славян и индусов. Примерно 4 тысячи лет назад. Однако прародитель индусов на 950 лет моложе общего предка славян. И это говорит о том, что прославяне пришли в Индию, а не наоборот. А значит, предки славян. Гораздо более древний народ, чем принято было считать ранее. Как ни парадоксально, но скорее всего в Махабхарате описывается Гиперборея и боги, которые жили на Гипербореи в это время. Их путешествия на летательных аппаратах в другие части земного шара. И судя по всему, в то время на этой северо-восточной Азии процветала очень высокоразвитая тоже цивилизация, которая, по-видимому, являлась потомками вот этих белых богов под предводительством Индры, Адитев, Ганхаровов, Сварожичей. Славянская культура, славянская цивилизация – это часть вот этого исхода ариев или исхода гиперборейцев, которая просто имела несколько направлений, имела разные названия в разных странах. Это все, скорее всего, ветви одного и того же палеонарода. В различных древних текстах описывается исход северных народов на юг. Это произошло после некой глобальной катастрофы. Она повлекла за собой потоп и оледенение северных земель. И потом стала затапливаться потихоньку, стала затапливаться гиперборея. И тогда наши предки пошли вот сюда спускаться, как бы с северного полюса и стали расселяться на Урале. То есть репейные горы, это вот на Урале, они стали потихонечку расселяться, так как здесь тоже были хорошие условия для жизни. Но есть ли материальные доказательства тому, что описано в древних текстах? Там говорится о прекрасных девушках, небожительницах, помощницах богов. Они называются Апсары. Их скульптурами украшены храмы и королевские дворцы Индии и Юго-Восточной Азии. А священная гора Сигирия на острове Шри-Ланка известна наскальными фресками с их изображениями. Им не менее двух тысяч лет, но краски хорошо сохранились. Сама гора задает современным инженерам много загадок. На ее вершине развалены ступенчатые пирамиды и руины храмов. Невероятно. Но эти постройки на отвесной скале сложены из искусственных многотонных блоков. Как же они попали без подъемных кранов на высоту в 300 метров? Эти богини на фресках называются облачные девы Сигирии. А славянские предания тоже знают облачных дев, премудрых вещах вил. И оба народа были уверены, что и те, и другие умели летать. Может, так и был построен храм на вершине священной горы. Премудрые дивы, вилы, те, которые летали по небу, ведь падишты умели же. И сегодня йоги как-то себе взяли пальму первенства в астрале, в путешествиях, дескать, по иным мирам. Извините, здесь никакой не астрал, здесь никакое не путешествие, потому что премудрые вилы видели другие люди, их, как они по небу путешествуют. Все индийские боги и герои воевали на виманах. Это загадочные летательные аппараты. Слово вимана на современном языке индийцев в хинди означает самолет. Но могли ли быть самолеты в древности? Изобрели ли их древние индусы или гиперборейцы? Или эти аппараты прилетели из вне? На эту тему есть разные точки зрения. Доисторические летательные аппараты, описанные в индусских летописях, историки считают фантазией древних авторов. Однако эти описания весьма любопытны. Существует даже целый трактат, посвященный так называемой древней авиации. Он называется «Виманика Шастра», что в вольном переводе может означать «самолеты» и «техника пилотирования». Так вот, в этом трактате приводятся поразительные подробности. Ну, например, эти летательные аппараты развивали скорость до 800 километров в час, летая на высотах от 10 до 12 километров. Это, между прочим, оптимальные параметры для нашей атмосферы. На таких принципах функционирует наша гражданская авиация. На борту эти самые «Виманы» несли 12 пассажиров и около 300 килограммов груза. Двигатели «Виман» развивали тягу около 9 тонн. Это сопоставимо с мощностью современных истребителей. В древних книгах подробно описаны структура «Виман», принципы управления и даже виды топлива. Конечно, возможно, переводчики этого удивительного трактата о древнем воздухоплавании могли выдать желаемое за действительное. Но согласитесь, если бы хотя бы часть этих переводов верна, это каким же уровнем развития или хотя бы фантазии обладали индийские дети древних славян. Священники того времени должны были эти летательные аппараты изучить. Потом они их описывали в текстах, что в качестве топлива для взлета им нужна была ртуть. Иллюстраций к руководству по эксплуатации «Виман» нет. Но по мнению авторитетного исследователя древних цивилизаций Вальтера Йорга Лангбайна, изображения этих летательных аппаратов все же сохранились. Это не что иное, как индуистские храмы. Эти «Виманы» люди запечатлели, строя храмы в форме «Виманов». Тем самым они хотели увековечить свои знания всеми способами, стараясь не утратить знания об этих летательных аппаратах. Знания, запечатленные в книгах, рассказах, могут быть легко утеряны. Даже священные книги и то могут исчезнуть. Но если построить много храмов в виде «Виманов», тогда память о них будет сохранена. Физик Андрей Вержбицкий тоже придерживается мнения, что храмы могут быть моделями летательных аппаратов. Он был первым ученым, который нашел в схемах египетских пирамид и других древних постройках элементы технических устройств. Эксперт доказал, что пирамиды по устройству похожи на космические антенны. Но его открытия в храмовой архитектуре более невероятны. Современная космонавтика и христианство по своей сути, по стилю, по поведению одно и то же. Следовательно, вряд ли можно придумать христианство, атрибуты, церкви, которая выяснилась, как космические корабли, живущие на небо люди с шарами на голове и так далее. Вряд ли можно придумать христианство, которое по прошествии тысячелетий оказывается точной копией современной космонавтики. Ученые считают, в классическом православном христианстве много схожего с космонавтикой. По мнению Вершбитского, церкви – это каменные модели кораблей, алтарь, пульт управления, капитанский мостик, иконы по обеим сторонам, контрольные мониторы. С точки зрения инженера, совпадения очевидны и не случайны. Товарищи совершили аварийную посадку на очень большой штуковине. которую дикари увидели и потом назвали церковью. В книге есть. Можно? Пожалуйста. Значит, устроенные они, вот они, вот это современный летательный аппарат, а он определяется законами физики, а это их каменные копии. Это современные товарищи, это древние товарищи. Чем они отличаются? Ничем. Нимбы ангелов, по мнению Вержбицкого, очень напоминают гермошлемы, а облачение патриархов, скафандры. Шпили и кресты на куполах не что иное, как антенны. Это то же самое, только в самолетах оно спрятано. У них вынесено наружу, зачем прятать, если безвоздушное пространство оно не мешает. Вот если на Р-7 установить такую антенну, вот что мы получим. То же самое. Ну и так далее. Вот эти антенны. Вот про них была речь. И вот еще один аргумент в пользу этой фантастической теории. Самая древняя, дошедшая до нас изображение православного храма, иллюстрация на третьей странице из сборника князя Святослава. Считается, что это княжеская семья на пороге церкви. Но почему на куполах нет крестов? Здесь очень четко прорисованы лица и детали одежды, но не элементы здания. Эта странная миниатюра скорее напоминает, если не выход команды астронавтов из корабля, то групповой портрет в русской печи. Давайте при этом вспомним, что отверстие печи в устном творчестве всегда считалось вратами перехода. Иванушка мог прыгнуть в печь и оказаться в другом месте. Что это? Отголоски утраченного знания об аппаратах, позволявших перемещаться в пространстве? Чертежи колесниц древних богов. Некоторые из них имели форму сигар, другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. Сенсационные находки археологов в Великом Новгороде. Археология Новгородская опровергла практически все то, что было написано историками о Новгороде до того, как начались раскопки. Современные инженеры, которые интересуются древней авиацией, считают, что на борту индийских виман были специальные приспособления. Они позволяли сделать корабль невидимым для противника. А вот пилот виманы мог видеть врага и вовремя отреагировать на него. Кроме этого, в древних текстах мы видим описание других приборов, которые позволяли, например, и слышать, не только видеть, но и слышать противника, находить объекты противника, которые находятся под землей, какие-то различные виды вооружения, которые стояли на летательных аппаратах, когда герои индийских эпосов применяли это оружие в войне между богами. И эти войны богов описаны и в легендах, и в эпосах, и в сказаниях. Как гласят ведические тексты, управлять доисторическим самолетом было нелегко. Судя по переводу древнего трактата, волшебной силы для этого было явно недостаточно. Выясняется, что небесный воин должен был разбираться в метеорологии. Знать, в каких воздушных потоках может летать его аппарат. Правда, и здесь не обошлось без фантастики. Древние авторы пишут, что летчик умел даже настраивать нужные погодные условия. Сегодня такое недоступно даже нам. Ну, а завтра, кто знает. Идет четкое описание того, что жрецы, или какие-то, ну, современным языком, ученые, умели управлять стихиями, умели управлять эфиром, умели управлять огнем, умели управлять гравитацией. И вот эти все летательные аппараты, они основаны на эффекте антигравитации. Согласно древним индийским летописям, видов виман было огромное множество. И чем выше был бог, тем интереснее был дизайн его летательной машины. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. У других виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. Еще одна разновидность виман напоминала сегодняшние вертолеты. Существует множество легенд о летательных аппаратах. Некоторые из них можно найти в сказках «Тысячи и одной ночи». Я говорю о летающих коврах. Попытки воссоздать виманы предпринимались неоднократно. В 1895 году профессор Тальпада из Бомбея будто бы даже построил виману. Ему помогали супруга по профессии архитектор и друг архитектор. Корабль назвали Марун Сакан, друг ветров. В процессе Тальпада советовался с мудрецом Субхарая Шастре, который был хранителем древних знаний. Шастре упомянул подробности их встреч в своей биографии. Доктор Тальпаде просил меня помочь ему в своей работе. Я дал доктору введение к трактату Махариши Бхаратвая «Виманика Шастре». На следующий день ко мне пришли, кроме Тальпаде, его помощник, Шри Балубхай и несколько других заинтересованных лиц. Доктор Тальпаде записывал, а я цитировал пришедшим соответствующие тексты, написанные на санскрите. Работа продолжалась несколько недель. В результате Тальпаде построил корпус «Виманы» и установил фюзеляж двигательную установку. Согласно немногим имеющимся документам, то есть речь идет о задокументированном этом случае, «Вимана» Мару Цака на глазах многосотенной изумленной толпы поднялась с побережья к Хампати-бич в Бомбее вертикально вверх. Аппарат достиг высоты 450 метров, после чего плавно опустился на прежнее место. В числе очевидцев необычайного события были будущие махараджи города Барот, принца Ялжера Гаякват и другие важные персоны. Они были настолько восхищены, что пообещали создателю «Виманы» серьезное финансирование. Но неожиданно все пошло не так. Внезапная кончина жены профессора Тальпаде ввергла его в глубокую депрессию и отвратила от осуществления намеченных планов. Дальнейшая судьба друга ветров покрытым раком. По мнению доктора Кумала Кинджила, автора книги «Виманы древней Индии», наследники профессора продали аппарат и полный комплект его чертежей британской фирме Ралли Бразерс, следы которой в дальнейшем затерялись. Ну, то есть 1895 год это еще за несколько лет до самолета братьев Райт. До сих пор никто больше не смог реконструировать «Виману». Это связано с трудностями перевода. Более половины значений слов на санскрите утрачено. Понять точный состав топлива или принцип двигателя без подсказки невозможно. Но энтузиасты не оставляют попыток. Ну, хорошо, как бы ни было заманчиво согласиться с тем, что древние славяне имели собственную авиацию, отложим ответ на этот вопрос до того момента, когда археологи однажды все-таки откопают такой самолет. Так же, как недавно в Якутии нашли мамонта со свежей кровью. Но как быть со славянским летоисчислением? Принято считать, что до принятия христианства на Руси ничего замечательного не происходило. Жили какие-то варвары, придумавшие букву «Р». Рычали себе, не замечая времени, пока однажды Петр I не поставил славян недотек в стойло европейского календаря. Но вот общеизвестный лет указывает даты жизни киевских князей. И не по зарубкам на дереве, а согласно своему славянскому календарю. Так вот, согласно этому календарю сегодня на дворе стоял бы 7521 год. Ну ладно, последние 2000 лет от Рождества Христова, они понятны. А остальные 5000 лет не могли же их варвары-славяне просто придумать. А 5000 лет до нашей эры это, извините, на целое тысячелетие раньше, чем египетские пирамиды. Именно поэтому некоторые историки и утверждают, что славянская цивилизация имеет самый древний календарь, а значит, имеет право претендовать на звание древнейшей из современных цивилизаций. После того, как приняли юрянский и григоянский календарь Петр I, а славянский круголет, календарь, календарь, был исключен, на котором было 7562 год, то вот Пушкин еще подписывал свои произведения старым календарем, отказываясь выбрасывать 5000 лет на помойку непрерывного календаря и непрерывной культуры и традиции этой территории, о чем говорил Ломоносов. Но что же происходило в эти 7000 лет утраченной истории? Сегодня мало кто знает, что главный исторический труд Михаила Ломоносова называется «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I, или до 1054 года. То есть его история как раз и заканчивалась там, где сегодня начинается официальная хроника Руси. То есть получается, что согласно старинным летописям задолго до 11 века мы уже имели государство с тысячелетней историей и самостоятельной культурой. К сожалению, этот уникальный труд был предан забвению сразу после смерти гениального ученого. И как только его не стало, сразу же бросились туда, немчура, чтобы сжигать архивы, потому что там более 50 лет в первой Русской Академии наук не было ни одного русского. А те немцы, которые там были, не знали русского языка. Точно так же, как его не знали Кирилл и Мефодий, уничтожившие славянскую азбуку. Где эти 164 буковицы образные? Мы привыкли думать, что у нас не было письменности до прихода Кирилла и Мефодия, которые придумали алфавит кириллицу. До нее недолго применялась глаголица, доподлинно неизвестно, кем созданная. Но историки знают, что все это не совсем так. Археолог Сергей Троеновский работает на раскопках в центре Великого Новгорода. Ученый не исключает, что может найти грамоты старше и 9 века. Просто в этом культурном слое еще никто не копал. Археология новгородская опровергла практически все то, что было написано историками о Новгороде до того, как начались раскопки. Начиная здесь исследования, Археологский, наш руководитель экспедиции, первый основатель экспедиции, думал, что он сейчас будет находить просто по какой-то схеме ремесленник, кожеведник, торговец. Оказалось, что город совсем по-другому был устроен, что главными здесь были бояре, жившие огромными кланами или патроними, как назвал это потом академик Янин. До нашей эры на Руси все умели писать. А это ведь поголовная грамотность, это показатель высокой культуры. О чем рассказывают книги древних фредков. Хронический тип письма, он во многом совершеннее, чем существующее ныне письмо. На Бересте древние жители Великого Новгорода скорописной кириллицей писали книжеские указы, долговые расписки, подсчеты прибыли и даже любовные послания. Когда ученые нашли и прочитали все это, стал очевиден поразительный вывод. Грамотой владели все жители города, в том числе женщины и дети. А невежество пришло на Русь гораздо позже, в темные времена Средневековья. А это поголовная грамотность, это показатель высокой культуры, это бытовая, буквально бытовые записки. Это бытовые записки, это все настолько примитивно и просто казалось, что спрашивается, а что же тогда принесли Кирилл и Мефодий, если это все на бытовом уровне записывалось еще и раньше. Сергей Трояновский каждый день находит подтверждение тому, что мы ничего не знаем о своих предках. Эти земли занимала развитая цивилизация, а мы даже не помним имен древних царей. Кто-то был и до Рюрика. Мы знаем, что новгородцы, прежде чем призвать Рюрика, прогнали других варягов, и не даши им дани. То есть отказались вступить с ними в какие-то договорные отношения, данические. И имена этих варягов мы никогда не узнаем. Может быть, им большая роль принадлежала. Может быть, они были первыми, кто саму систему до Ивана Грозного. Специалистам известно, что кроме церковных книг и летописей, написанных кириллицей, в архивах госмузеев и частных собраниях есть книги и предметы с дохристианской письменностью. Официальная наука называет это черты и резы и считает примитивной системой знаков славян. Расшифровкой этих текстов заниматься не принято, но историки с более широкими взглядами именуют эту письменность рунической. По их мнению, у древних русов были свои руны, своеобразные иероглифы. И такие книги переведены. Славянским рудическим письмом написано довольно много различных памятников. Это и рукописи, что самое интересное, летописного содержания, богословского содержания, священного содержания. Это и тайнописные источники. Это письмена, на которых написаны различные литературные произведения, ну, средневековой Руси, скажем так уже. Оказывается, этот уникальный рунический вид письма на порядок сложнее и совершеннее буквенной азбуки. А значит, и сам язык был богаче и многограннее. Тот великий и могучий, на котором мы сейчас говорим, лишь осколок про языка. Без сомнения могу сказать, что грамматические школы, которые существовали тогда, они, ну, были гораздо более совершены, чем современные существующие грамматические школы. Я это говорю абсолютно серьезно. Вот, потому что сам тип письма, рунический тип письма, он, во многом, совершеннее, чем существующее ныне письмо. Но что это за книги, написанные рунами? В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в режиме хранения особо ценных памятников содержится древний текст. Он имеет статус национального достояния. Доктор исторических наук Алексей Алексеев согласился показать нам эти страницы. Это так называемый Баянов гимн. Он написан от лица певца Баяна, упомянутого в начале слова о полку Игореве. Ну, это произведение воспевает мифического персонажа Баяна, значит, содержит рассказ Баяна о себе, о том, что он участвовал во многих битвах, был прославлен, много раз тонул в водах. В основе этого стремление удревнить историю, известную нам историю России, продлить ее не только за эпоху князей Олега, Игоря, но также и за уже мифического первопредка Кия, князя Кия, то есть до Киевского эпоху. По словам ученого, авторство и период создания этой книги установлены с большой степенью достоверности. Ну, этот текст был создан в начале 19-го столетия известным фальсификатором исторических памятников Александром Ивановичем Сулакадзе. В федеральной библиотеке как национальное достояние хранится подделка? Если этому тексту всего 200 лет, это просто антикварная книга. Подобных книг много даже в свободной продаже. Чем так ценен Баянов гимн? И кто велел считать фальшивку особо ценным памятником? Или все же это копия подлинной древней книги? Истинной летописи? Говорить о том, что гимн Баяна, представленный в этом списке, является списком с более раннего текста, говорить на него нельзя. Потому что об этом свидетельствует сам язык, начертание букв, так называемых рун. Это делает совершенно невозможным, это совершенно несовместимо с нашими знаниями, которые мы обладаем относительно более раннего времени. С тем, что так называемый Баянов гимн не является подлинником, спорить было бы, наверное, антинаучно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Есть великолепный источник, великолепно сохранившийся, дошедший до нас чудом, источник это слово о полку Игореве. Вот если бы это не сохранилось, то, наверное, сохранилась бы какая-нибудь сказка о походе князя Игоря. Некого царя, он там был назван царем, о походе его, о плене, значит, о том, как его выкупали из плена, и почему он в этот поход пошел, о том, как солнце померкло, как он переходил это солнечное затмение, как бы переходил в другой мир и так далее. Самые известные рунические летописи Руси, Велесова книга, Ярилина книга, книга Каляды. История каждой из них похожа на захватывающий детектив. Любая древняя рукопись, она является предметом интереса спецслужб, так как минимум, потому что в этих книгах может подаваться, значит, во-первых, древняя история, и ее прочтение, ее трактовка может поменять геополитический расклад в современном мире. Значит, это первая причина, вторая причина. В этих книгах могут находиться некие технические знания предущества реализации Земли, которые при их расшифровке могут дать какие-то новые технологии, которые опять же изменят положение сил в обществе. В 1919 году в разграбленном красными войсками княжеском имении на полу в библиотеке были найдены деревянные дощечки с неизвестными письменами. Нашедший таблички сбежал в Брюссель, где познакомился с русским писателем-эмигрантом Юрием Миролюбовым. Тот скопировал и перевел изложенные. Это оказалась древнеславянская Велесова книга. После начала Второй мировой войны дощечки бесследно исчезли. По одной из версий, после оккупации Бельгии их выкрал агент немецкой оккультной организации Анненербе Шефтер. Осталась лишь фотокопия Велесовой книги. Ряд скептиков считает этот труд подделкой. Еще и потому, что книга написана рунами. Есть некая официальная наука, которая утверждает, что никакой истории до того времени не было. То есть, нужно, конечно, пересматривать нашу античную историю, и благо, есть большое поле для исследований, для деятельности в этом направлении. Мало кто знает, за что сына крестителя Руси князя Ярослава Владимировича прозвали мудрым. А ведь он любил книги и основал великую библиотеку после своего воцарения на Киевском престоле. Его дочери Елизавета, Анна и Анастасия были одними из образованнейших принцесс своего времени середины XI века. Они разбирались в литературе и хорошо знали несколько европейских языков. Елизавета стала королевой Норвегии, Анна Франция, Анастасия Венгрия. А сыновья Ярослава, Святослав и Всеволод женились на греческих царевнах. То есть в королевских домах Европы считалось престижным породниться с русскими князьями. Историки утверждают, что когда Анна выходила замуж за короля Франции Генриха I, она увезла с собой в Париж в качестве приданного не только золота-бриллианта, но и многие старинные манускрипты, в том числе рунические книги и свитки. А знаем ли мы, что именно на славянском Евангелии, написанном глаголицей, потом клялись превосхождение на трон все короли Франции? Это ли не признание древней славянской культуры? Вот этой самой древней на планете культуры, из известных нам хронологически, да, это самое волшебное, разные языки, разные религии, разные технологии она подарила всей кумении, всему человечеству. Что думали о России в Европе еще тысячу лет назад? Самая большая империя, самая мощная называлась Тартария, с последней столицей Москвы. Ирландские саги говорят о русских. Они были совершенно передовым, обществом и владели какой-то техникой, которая и оружием, которое было неизвестно другим окружающим народам, еще были большой семьей. Древние славянские книги хранились в библиотеке французских королей. В королевских архивах Франции Баянов гимн упомянут как реальный документ, а в российских он считается подделкой. Российская история переписывалась при изменении каждой династии. Сначала была древняя Русь, которая была нескольких тысяч лет. Потом пришел Рюрик, стали считать от него. После Рюрика пришли Романовы, стали стирать историю Рюрика, стали от Романова считать. Судя по тому, как оберегались эти книги, их содержание далеко от художественного вымысла. Скорее всего, рунами писаны летописи, а также дощечки могут сгореть. Они могут истлеть, они могут все, что угодно с ними сделать. Но дело в том, что предания, мифы, это же сказы. Сказка еще в 19 веке это подлинные архивы нашей истории, когда кто родился, крестился и когда умер. А сегодня это считается сказкой. Нам навязывают чужую идеологию, нам навязывают чужую культуру. В рунической ерелиной книге, переведенной Александром Масовым, написано и в самом деле неслыханное. Славянский князь Дажиньяр в 309 году возводит на трон императора Ромеи Константина. Дажиньяр отправляется к Белым горам для моления очищения. В тех садах преподал он к источнику жизни и отведывал от яблони мандариновой. И так Дажиньяр возвращал себе молодость и силу. Так же как и праотец Богумир, проживший тысячу лет. И так же как отец его Вересиньяр, переживший два века человеческих. Сам же Дажиньяр уже оставил за плечами Вер, но был молод, как человек только вошедший в силу свою. Принято считать, что до воцарения династии Романовых русское государство простиралось от Днепра до Поволжья. И была эта страна необразованных дикарей. Откуда такое убеждение? Все просто. Во-первых, так считал сам Петр I. Понятно почему. Выбрав европейский путь развития для своей страны, он и бороды рубил, и кулебяки не ел, и кафтаны резал, считая русскую самобытность отсталостью. И конечно, так считали иностранные друзья нашего царя, и европейские послы из немецкой Слободы, где женщины были доступны, табак голландский, потешаться над русским укладом жизни было просто выгодно. Это говорю не я, это знает любой историк. Ярилина и Велесова книга говорят о событиях 3-4 веков. Эти тексты называют государство славян Роскаланием. Она занимала земли от Волги и Северного Кавказа до Дуная. Это была главная, но лишь одна из ветвей славянской нации. Внуков Дождьбога хорошо знали и народы Европы. Их именовали Рускаланами и Роксоланами, Сарматами, Скифами. Густынская летопись 17 века однозначно говорит, что от первых прародителей пошли также Венеды, Анты, Аланы и Росканы. Все ветви единого народа и языка славянского. И они жили от Китая до Лондона. Если мы возьмем почему-то британскую энциклопедию, мы прочитаем, что самая большая империя, самая мощная, существовавшая последняя, называлась Тартария с последней столицей в Москве. Она включала свои границы, всю Экумену и так далее. Но почему британская энциклопедия об этом написана, а мы с вами не знаем, что Тартария мы и есть. Вы видите карты государства Тартария, созданные европейскими географами. Страна занимала огромную территорию. Название употреблялось с 13 по 18 век. Но историки считают эти политические границы более древними. Что интересно, в 1601 году вышла книга итальянского католического священника Мавро Арбини «Славянское царство». Этот многотомный труд «История всех славянских родов» был написан по древним источникам из архивов Ватикана и сразу стал скандальной сенсацией. Против книги автора ополчились власти и церковь. Труд немедленно стал запрещенным. В 1722 году по личному указанию Петра I политически нужная часть этой книги была переведена на русский язык. 444 страницы в этом трактате и там есть ссылки на 333 источника. То есть это фактически это не трактат а это просто как бы сказать подборка свидетельств о древности славяна скифов. Почему Мавро Арбини предпринял такую вещь? А потому что ему не понравилось что выскочки в его времени как бы хотят представить себя самыми древними родами затирая по-настоящему древние. Поэтому он написал вот этот свой труд о первоисточной древности славяна скифов и о том как славяна скифы завоевали мир. Вот что писал Мавро Арбини «Русский народ является самым древним на земле народом от которого произошли все остальные. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шленской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями. Получается, государство русов в первые века нашей эры было империей, которая объединяла и славянские, и другие народы. В свете этих данных вполне логично, если бы там использовалась руническая письменность. Исследователи считают, что рунами можно писать на разных языках. Каждый знак там не буква, а многозначный символ. Они имели те же преимущества, что имеет иерографическое письмо. Иерографическое письмо, как мы знаем, оно может использоваться для очень многих языков одновременно, разных языков. И в Роскалане было множество народов, и они говорили на разных языках в древности, в античной древности. И мы, пользуясь этим письмом, действительно, разные народы, говорящие на разных языках, но единым письмом для всего государства, объединяло это государство. Подобная ситуация сейчас существует с иерографическими и на разных языках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Скажем, немцы, которые западные, это кельты, а которые восточные, это славяне. А на севере страны, омываемой водами Балтики, стоит остров Рюген. На этой территории тысячи лет, вплоть до X или XII века, располагался славянский сакральный центр – город богов Аркона. Этот комплекс был настолько почитаем, что ему платили дань все королевства Балтийского моря. То есть там Норвеги, прочие, все ему свозили дань. Мало того, на этом в Арконе жили жрецы, которые предсказывали будущее, прошлое. Этот комплекс был гораздо более популярен в древнем мире, чем греческий оракул, который хорошо сегодня известен. Европейская история хранит десятки упоминаний о попытках взять Аркону. Но город храмов очень удобно расположен и веками держал оборону. И видно, вот такое богатство и влияние этого острова, ну, как бы очень не нравилось окружающим, ну, скажем так, европейским королям, царям и так далее. Вот, что был организован крестовый поход, который, собственно говоря, Аркону разрушил. И об этом можно прочитать, там, допустим, в энциклопедии «История Европы». То есть это довольно хорошо известный историком факт и реально существовавший. Кстати, древняя история Ирландии помнит и еще более любопытные факты. Мало кто знает, что до принятия христианства кельты чтили богиню Дану. Но кто такая Дан? Историки выяснили, что ее племя было выходцем с северных островов. Но именно там в то время и обитали древние славянские народы, уровень развития которых настолько опережал кельтов, что те принимали их за богов. Согласно преданиям, племя богини Дану высадилось примерно, как считают, в шестом тысячелетии до нашей эры в Ирландию с воздуха. То есть явно угадывается след, что они высадились на каких-то летательных аппаратах. Вот, что говорится об этом в ирландском эпосе «Битва при Мактуэре». На северных островах земли были племена богини Дану, и постигали они там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость. Из Финдиаса принесли они меч Нуаду. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уж не мог от него уклониться. И был он воистину неотразим. Из Муреаса принесли они котел Дагда. Не случалось людям уйти от него голодными. Они были совершенно передовым обществом и владели какой-то техникой, которая и оружием, которое было неизвестно другим окружающим народам, так еще были большой семьей. Неизвестные письмена имеют русский след. Я прочитал фестидизм за одну ночь. Всемирная погоня за древними артефактами. Советская, ну, скажем, разведка была заинтересована в поисках древних знаний именно для создания некого супероружия. Древние кельтские предания говорят о летательных аппаратах сыновей Дану, имевших внутренние механизмы. Приводились они в действие магическими конями, которые не имели ничего общего с животными. Они были покрыты железной кожей, не нуждались в пище, не имели ни костей, ни скелета. Это хорошо описано в истории о Кухулине, знаменитом ирландском герое. Во время схватки Кухулину удалось выбросить из колесницы противника два белых предмета, огромных, как мельничные жернова. Лишившись этих предметов, воздушная колесница врага обрушилась на землю с грохотом падающих доспехов. Согласно ирландским сагам, племя богиня Дану примерно в 1700 году до н.э. или в 1700 году до н.э. разные данные приводятся, покинуло Ирландии. Оно переплыло дальше на кораблях в Америку и прошлось по Америке в виде белых богов. Вначале по Северной Америке, по Южной Америке, принимая имена тех богов, которые существовали там задолго до этого. Это Кицелькаатль, Кукулькан, Бачика, Веракоча. И дошли они так вплоть до Перу. История античной Европы также может пролить свет на тайны славянской цивилизации. Парадоксально, но мы в русском языке античными народами называем древних греков и римлян. Но в английском так называются все цивилизации до н.э. А сами греки и римляне вообще антами называли не себя любимых, а совсем другой народ. Латинское слово «антус» означает «древность». Пытались, значит, например, сделать так, что будто бы славяне слезли с древних только вот после V века, после Рождества Христа. Не до, а после. Вот. А в античной эпохе никаких славян не было. А анты – это, между прочим, славянское племя. Очень древнее и славное. То есть античная эпоха была, а в смысле вот этой вот славян, да еще не самых древних славян, именем назван целая эпоха. А славян не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Геннадий Гриневич пришел к дешифровке фестского диска после многолетнего кропотливого труда над прочтением славянских черт и рез, то есть рун. Его работа началась с так называемой Аликановской надписи. Это 14 знаков на недоделанном глиняном горшке X века, найденном подрезанию. Геннадий Гриневич собрал тысячи изображений бытовых надписей, сделанных чертами и резами. Провел криптографический анализ, применив несколько приемов. И постепенно начал читать древние знаки на археологических находках. Это оказались очень простые записи. Чья вещь, стоимость или иное свойство? Их очень много. Их очень много. Почти в любом музее есть археологические древности, на которых мы можем видеть рунические письмена, многие из которых являются действительно древнеславянскими, древнеарийскими, в общем, уходящими в ту древность ведическую. Затем исследователь стал искать более древние артефакты, чтобы обнаружить истоки этой письменности. Он шел в своих изысканиях все дальше вглубь веков, расширил территорию поисков и нашел похожие символы в трипольской культуре. Она была на территории Украины в 3-4 тысячелетии до н.э. И вот эта трипольская культура была, оказывается, для тех времен очень высокого уровня развития. Это все, это уже специалисты все признают. Это были огромные совершенно поселения с совершенными там, я не знаю, в общем, постройками и прочими вещами. Естественно, у них была письменность. И я просто посмотрел, то, что у них в таблице и знаки черты резов, там все одни и те же. И абсолютная совершенно сходимость. Абсолютная. В графическом отношении. Но читать я их не мог, потому что не было надписей, чтобы прочитать их. Эта древнейшая культура прекратила свое существование внезапно и необъяснимо. Люди будто сорвались с мест, бросив дома и все вещи, и ушли. Но именно в тот период в Средиземноморье на Крите возник народ, который греки называли пеласгами или лилегами. Странное совпадение, но пеласг – это аист по-гречески, а лилека – по-древнеславянски. В то же самое время там появился и так называемый эгейский тип письма. Вот известный гриптолог Геннадий Гриневич и пытается сравнить это письмо со славянскими рунами. Результат, по его словам, оказался более чем неожиданным. Мало того, что у меня сходился тип, строй письма, все остальные признаки, верам, наличие рисуночных знаков наряду с этими, так я просто стал формально сравнивать начертания этих знаков. И я обнаружил, составил такую табличку, и я обнаружил, что все знаки эгейского письма, линейного А, линейного Б, фестского диска в графическом отношении абсолютно или в подавляющем большинстве абсолютно идентичны. То я прочитал фестский диск за одну ночь. Вот что написано на фестском диске по мнению Геннадия Гриневича. Горести прошлое не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете, что вам послал еще Господь. Место в мире Божьем. Распрепрошлое не считайте. Место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью. Где вы прибудете, чадо будут, мивы будут, прекрасная жизнь. Забудем, кто есть мы. Руся и Юния чарует очень. Никуда от нее не денешься, не излечишься. Не единожды будет, услышим мы. Вы чьи будете, Русичи? Что для вас почести в кудрях шлемы? Разговоры о вас не есть еще. Будем ее мы в этом мире Божьем. Это получился, ведь там трагизм в чем? Как раз они описывают, они вот тоскуют о той родине, с которой и они ушли, вынуждены были уйти. А Руси, а Руси, и Юния. Но они говорят, мы не забудем, кто мы есть. Да, мы сейчас на Крите. Да, мы будем эту землю охранять, любить. Но при этом говорят они, там все будет, чадо будет, нивы будут, хорошая жизнь. Но не забудьте, кто мы есть. Но что случилось с историей про славян? Почему богатейшее наследие древней цивилизации оказалось забыто? Как давно и куда исчез с Северного полюса целый материк? И остались ли следы северной страны богов? Может ли оказаться так, что осколки великой державы все еще там, на русском севере? Мало кто знает, что уже в 20 веке за ними шла настоящая охота. По легендам разных тайных обществ, скажем так, всегда говорилось о русском севере как о прародине человечества. И всегда все легенды размещали там ну некие такие свои наиболее скрытые, секретные объекты. Что за странный объект упал с неба под Мурманском? Результаты засекречены, отчеты засекречены, но есть люди, которые держали в руках, которые видели, которые знают. Тайна подземных лабиринтов. Новокилометровые, многоэтажные, в акварцованном граните, где чистый гранит. Ну вот как метро. В 1922 году экспедицию на север снарядил советский психиатр Александр Барченко. Это был философ и мистик, хорошо знакомый с древними трактатами. Его вдохновляла идея, будто исчезнувшим цивилизациям были известны тайны природы, не познанные современной наукой. Особенно Барченко интересовали возможности человека. В созданном советской властью Институте мозга под руководством академика Бехтерева он занимался поисками научного объяснения феноменов телепатии, ясновидения, гипноза. Он был спиритуалист, он был мартинист, он был масон, он был членом тайных обществ разных различных. А вообще все это общества закрытые, они повернуты на то, чтобы вытащить тайные знания древних, которые нам были даны, не знаю, пришельцев из космоса, древних волхвов, древних богов, неизвестно откуда. Но он четко считал, что эти знания древних можно получить через психологическое раскрытие человека. Маршрут Барченко проходил по самому центру Карелии и Кольскому полуострову. Группа собиралась исследовать феномен мерячения, особого психического состояния, в которое впадают местные жители. Человек начинал предвидеть будущее, говорить на незнакомых языках, безоговорочно повторять любые команды и даже становиться неуязвимым для холодного оружия. Разумеется, поездка состоялась под пристальным вниманием руководства ЧК ОГПУ. Экспедиция эта имела две цели. Первое, изучение мерячения для института Бехтерева, а второе, поиски древней цивилизации Гипербореи. И, по всей видимости, Барченко именно поэтому искал остатки Гипербореи. Потому что советская, ну, скажем, разведка была заинтересована в поисках древних знаний именно для создания некого супероружия. Отчеты об этой экспедиции до сих пор засекречены. Однако об итогах можно судить по мемуарам некоторых участников. Сподвижники Барченко якобы нашли древние мегалитические артефакты искусственного происхождения и загадочные подземные ходы. В основном экспедиция занималась поисками остатков древней цивилизации Гипербореи. Они были найдены. Были найдены некие мистические места, которые являются местами силы. Известно, что по возвращении Александр Барченко продолжил исследования экстрасенсорики под руководством академика Бехтерева. Упоминается, что в 1935 году лаборатория Барченко совершила некий научный прорыв. А двумя годами позднее в полном составе была расстреляна. Что же нашли советские ученые на севере? Куда вели таинственные подземелья? Кольский полос, скажем так, одна из тех хранилищных знаний, недаром там и немцы пытались сюда попасть, и экспедиции НКВД там проводились. То есть испокон веков там вот эти знания пытались найти. Спустя 75 лет по следам Барченко на север отправилась экспедиция Гиперборея 97. Ее возглавил московский ученый, доктор философских наук Валерий Демин. Ему удалось сфотографировать некоторые находки советских исследователей. Древнюю двухкилометровую мощеную дорогу, пирамидальные камни, гигантский Петроглиф на отвесной скале, изображение старика Куйвы. Результаты экспедиции Барченко и Демина нашли своих критиков. Оппоненты утверждали, что ученые выдают желаемое за действительное. И в реальности никаких древних артефактов в Карелии нет. Ученым русского географического общества спустя пару лет повезло чуть больше. Действительный член этого общества Лидия Ефимова обнаружила на Кольском полуострове удивительные лабиринты. За много тысячелетий большинство этих таинственных сооружений были разрушены временем или людьми. Но в самых отдаленных районах все же сохранилось несколько лабиринтов, которые исследователи считают наследием древней прославянской цивилизации. Это геокосмическая карта, календарь, часы и тренажер одновременно. В нем отражены явления в процессах, которые происходят в космосе и на Земле по всем параллелям и меридианам земного фара. Простой неандерталец не мог это сделать. Это делали люди, которые могли видеть Землю со стороны, то есть которые обладали какими-то летательными аппаратами, чтобы отразить все это в лабиринте. А позднее экспедиция нашла на Кольском полуострове целые древние подземные города. Многокилометровые, многоэтажные, в акварцованном граните, где чистый гранит, ну вот как метро, сухие стены, громадные залы, тоннели перехода и обработка стен, камня. Современные технологии еще до этого не дошли. Гладко, чисто отработаны. Но для их исследования тоже не хватило времени и ресурса. Географы вскоре намерены вновь вернуться туда и исследовать странные сооружения. Связаны ли эти таинственные коридоры и шахты с непонятными явлениями, которые происходят в Карелии и на Кольском? Жители карельского села Ведлозера уже много лет каждую весну наблюдают НЛО. На небе появляются странные светящиеся шары. Порой объекты находятся в воздухе больше часа. В прошлом году видели, смотрели очень долго, ну минут наверное 10-15 над островом Рошнаволока. Ну там на горе висел шарик, ну как футбольный мяч. Ну он просвечивался, ну как от солнца, вот излучения такие. НЛО в этом районе стали замечать с 1928 года. Тогда Ведлозера упал огромный блестящий на вид металлический предмет. Селяне до сих пор обсуждают подробности этого события. Рассказывали жители вот эти старики, которые помнили это, их сейчас живых нет, это вроде цилиндрического предмета такого, он бесшумно значит летел и упал около маленького островка деревни Щукнал понимаете, такой, ну упал, никакого взрыва не было, хлопок. Историк Игорь Афоничев много лет посвятил изучению ведлозерского феномена. Он не раз внимательно исследовал местность. За 80 с лишним лет здесь мало что изменилось. По рассказам старожилов Афоничев восстановил картину событий 1928 года. Вот это место, куда с неба и упал блестящий цилиндрический объект. Снижение было довольно-таки плавно, то есть сильной там волны и так далее не было и конечно еще спасло то, что остров как бы прикрыл возможность там сильной волны на саму деревню. Ни в конце 20-х годов ни позже обнаружить упавший с неба объект на дне глубокого озера так и не удалось. Хотя попытки отыскать его предпринимались не раз. Экспертиза грунта повышенного уровня радиации не показала. А вот водолазам все же удалось отыскать доказательства ведлозерского чуда. После нескольких погружений стало ясно, что под дно ведлозера проходит весьма внушительный тектонический разлом. В некоторых местах определить его глубину оказалось вообще невозможно. Может, этим и объясняется появление над озером светящихся шаров. может, в это время действительно открывается портал и они появляются. Понимаете, люди-то пропадают. Были случаи, что люди пропадают и 20 лет тому назад сюда уходят? Нет. Зачем немцы стремились на Северный полюс? И вот немцы все же думали, что этими секретами обладаем именно мы. Какой была земля до Великого потопа? В этом случае гиперборея и все эти зоны и в Антарктиде оказываются в районе экватора. И, конечно, там могла развиваться цивилизация. Следы древней цивилизации на Севере искали не только ученые и энтузиасты. В начале 20 века в Третьем Рейхе работал мощнейший исследовательский центр, сотрудники которого вели настоящую охоту за древними артефактами. Особенно их интересовали приполярные регионы. За баснословную сумму в миллион марок они даже купили у советского шпиона-разведчика Якова Блюмкина древние манускрипты, привезенные им с Тибета. Послали туда делегацию и вот Блюмкину выдали то, что не выдавали никому. Среди документов Блюмкина были схемы внутреннего устройства Земли, а также карты неких внутренних полостей, где, возможно, живет древняя высокоразвитая цивилизация. У нее завоеватели были намерены позаимствовать технологии и оружие. Священные тексты гласили, что входы туда находятся на полюсах планеты. Проверять это в Антарктиду фюрер отправил немалые силы. Но Северный полюс был ближе и по некоторым соображениям интереснее. И получили информацию, что есть такой же вход во внутреннюю полость Земли на северном, вблизи Северного полюса. И вот немцы все же думали, что этими секретами обладаем именно мы. Кроме того, немцы верили, что именно на севере находится некий таинственный остров Туле. Так в скандинавской мифологии называется обитель богов. Руководители Анненербе были уверены, что он физически существует. И возможно древние боги все еще там. Туле это священный остров германской мифологии. В скандинавской мифологии это остров, на который приходят герои и там им открывается дорога к богам. А в 1941 году в Лапландии было создано спецподразделение Норд. Эта дивизия была укомплектована в основном горно-стрелковыми батальонами, которые прикрывали особые мобильные поисковые группы. По легендам в Лапландии были целая сеть подземных контузионелей, которая называлась чертовы ходы. И вот это подразделение Норд, созданное в Лапландии, оно искало эти чертовы ходы, ну и соответственно у нее было ряд заданий, в том числе по Русскому Северу, по Кольскому полуострову, по Русскому Северу, по Соловкам, по побережью Архангельскому и Полярного Мурала. Эти туннели настолько древние, что местные жители считали, будто они возникли задолго до них. Иногда люди якобы видели, как из-под земли выходили эти самые черти. Странные существа, отчасти похожие на людей. Это закрепилось в фольклоре. Подземных жителей называли чудью белоглазой или гномами. Кто же там живет? За чьими секретами охотились разведки всего мира? Это была битва за переисподнюю. То есть, если верить древним легендам, там, где был этот древний остров Туле, там, где была остатка Гитербореи, там был вход в иной мир, в параллельные миры. Вот почему ученым, знакомым с историей битвы за Арктику, не показалось фантастикой. Но возможно ли, что под землей действительно есть пригодные для обитания пустоты? Могла ли часть жителей Гипербореи уйти под землю и до сих пор обитать там? Историки считают, что немцы добыли тому доказательства. В 45-м году по мере уже завоевания территории Германии веско обострилось или усилилось внимание спецслужб и советских, и спецслужб наших союзников Британии и Соединенных Штатов прежде всего в охоте за этими материалами, за материалами исследования Аненербе и общества Тулия. Эти сакральные материалы они были объектом номер один. Ядерное оружие, ядерные технологии и ракетные технологии, чем занимались немцы. Это было вторично. Первичное надо было забрать вот эти объекты и ввозили их вагонами. Что нашли нацисты на Северном полюсе? Сумели ли они найти мифический переход с Северного полюса на Южной через центр Земли? Ответа на этот вопрос не существует. Наука никак не комментирует эти поиски и эти материалы в силу недостатка информации. В этом смысле свидетельства генерал-полковника Ивашова особенно ценны, потому что Леонид Григорьевич в силу служебного положения в течение многих лет имел доступ к самым закрытым архивам генерального штаба. На Южном полюсе они открыли такой портал, и здесь они просто его искали. А на Севере они искали и не нашли. Не нашли. И даже есть заключение наших ученых, того же Академика Савельева, что этот Северный портал, он был во время, ну, например, 25-30 тысяч лет назад, во время вот смены нашей оси земной, вот, в результате прецессии, он был просто там придавлен, завален и так далее. Если это так, то понятно, откуда в Карелии и на Кольском возникает НЛО. По мнению некоторых ученых, летающие тарелки путешествуют по особым межпространственным коридорам или червоточинам, между измерениями. Но почему Северный портал оказался завален или затоплен? И на Редниковый период похоронил предшествующие нам цивилизации. А значит, да, и даже под данным современной науки, что когда-то не только Антарктида, но и Арктика это были, ну, регионами светущими. Вот, и значит, много там скрыто подальтами. Что же на самом деле случилось с островом Гиперборея? Возможно, ответить на этот вопрос поможет теория географа, кандидата физико-математических наук Анатолия Вытикова. К открытию его подтолкнуло рассматривание глобуса. Ученый заметил, что нашу планету опоясывают кольцевые горные системы. Одна идет через Гималайи и Альбы, вторая по Андам, третья по Уральским горам. Они продолжаются под дно океанов, и значит, континенты не оказывают влияния на них. Там что-то другое. Анатолий Вытиков задумался, а как образовались эти горные кольца и что это может означать? Вычисления показали, из-за того, что Земля имеет форму не идеально круглого шара, а немного сплюснута на полюсах, на экваторе земная кора сохраняет возвышенность. Если экватор сменится, то эта возвышенность никуда не исчезнет, потому что она будет видна потом еще много миллионов лет. И вот эта мысль заставила меня все-таки прийти к такому заключению, что то, что я наблюдаю в кольцевой горной системе, это бывший экватор. Но если эти кольцевые системы бывшие экваторы, получается, планета несколько раз переворачивалась, то есть меняла полюса и ось вращения. Это должно было кардинально сказаться на ее климате. Там, где было лето, резко наступали холода, где была суша, все покрывалось морскими волнами. Это должно было быть настоящей глобальной катастрофой. Я решил, что эти три слоя обозначают три катастрофы, которые уже произошли с нашей Землей. Они вроде бы укладывались в четкую такую схему, что ближайшая катастрофа по радиоуглеродному методу была примерно 10 300 лет назад, следующая катастрофа предыдущая была раньше где-то порядка 15 тысяч лет, а следующая еще раньше в районе где-то 20 тысяч лет, 20-22. Позднее ученый расширил область своих изысканий и обнаружил, что до катастроф Земля действительно выглядела по-другому. И наши предки об этом знали. Вот сенсационный исторический документ. Малоизвестная карта мира. Ее составил французский математик Арантеус Фенаус в 1531 году. Разумеется, он скопировал ее с более древних источников. Эксперты посчитали, что карта точна. Однако те области, которые мы сегодня знаем как Северный и Южный полюс, расположены на экваторе. Есть Антарктида безо льда и Гиперборея. В этом случае и Гиперборея, и все эти зоны и в Антарктиде, они оказываются в районе экватора. И, конечно, там могла развиваться цивилизация, в частности, в Антарктиде. То, что касается Гипербореи, ну, конечно, смена полюсов и современное положение поставили эту цивилизацию в очень трудные условия. И гиперборейцы, видимо, все-таки отправились в более теплые места. Но вся ли Гиперборея затонула? Исследователь Валерий Уваров уверен, часть суши легендарного материка находится над водой и сегодня. Он применил оригинальный способ поиска, основанный на анализе древних текстов. Уваров отталкивался от идеи, что древняя гора Меру, ось мира, находившаяся в Гипербореи, это пирамида. И замечена закономерность. Все древние пирамиды на Земле сориентированы друг на друга. Значит, если провести от древних пирамид вектора на север, они должны указать курс на Гиперборею. Первую линию мы проведем с востока. От северной грани горы Кайлас гигантской пирамиды на Тибете. Но вектор показывает не на нынешний северный полюс, а 15 градусов западнее. Это остров Гренландия. Теперь нам нужна еще одна направляющая западного полушария. Сохранившиеся здесь пирамиды комплекс Теотиоакан в Мексике. Центральная дорога между пирамидами тоже показывает почти на север. 15 градусов восточнее полюса. И оба наших вектора сходятся на острове Гренландия. Вот она, незатонувшая часть Гипербореи. В центре некая гора Меру. С полной верностью можно сказать, что это действительно была гора. Это был не самый высокий пик горного хребта, который окаймлял Гренландию сейчас. Но эта гора находилась точно на Северном полюсе, древнем Северном полюсе. Компьютерная реконструкция показывает, как очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту Гипербореи. Очень может быть. Очень может быть, что ту Гиперборею, которую изображают на карте, в нее входили не только, так сказать, в нее входили обязательно часть, видимо, какая-то земель близких. Действительно, вот этот кусок суши, он играл очень важную роль для гипербореевцев после катастроф. Ну, все подо льдами, надо искать. И западным разведкам, которые интересовались наследием великой державы, это, видимо, известно. Странное совпадение, но база НАТО в Гренландии на полном серьезе называется Туле. И для посвященных понятно почему. Что ж, выходит, мы действительно живем на осколках наследия величайшей цивилизации. А русская история, это действительно совсем непросто. И самое интересное мнение как раз и начинается там, где учебники по русской истории заканчиваются. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. С вами был Игорь Прокопенко. Не переключайтесь, потому что сейчас вас ждет пища богов. Обещаю, что будет вкусно. игорь Прокопенко. Игорь Прокопенко. Игорь Прокопенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok